Марина сидела на диване и наблюдала, как сын катает по ковру машинки. Мишка иногда останавливался, поднимал голову и, встретившись с матерью глазами, улыбался ей. «Мама, я хорошо играю. Ты видела, как папина машина прыгает? Смотри, мам, смотри». И он подхватывал синюю легковушку, которую Денис подарил мальчику на день рождения, лихо подбрасывал ее в воздух и опускал на пол, тарахтя губами. «Да, сынок, ты молодец». «Мам, а Света когда придет?» «Скоро, скоро придет. Позанимается и придет». «Хорошо, я ей рисунок нарисовал в садике, я покажу». И Миша уже мчался к рюкзачку, дергал молнию, стараясь вынуть картинку. «Мама, мама, помоги». «Иду, иду». «Ну, ты опять все сломал, ну, Миша». Марина устало опустилась на корточки и расстегнула молнию. Миша с гордостью показал ей рисунок. На зеленой поляне, рядом с большим не поместившимся на листе домом, стоит их вся семья. Марина, ее муж Денис, Света и Мишка. Все улыбаются. Марина с цветами. В Свете Мишка пририсовал мороженое, а себе большой зеленый грузовичок. «Красиво, сынок, очень красиво». Обычный день, обычный вечер, и Марина, как обычно, пойдет готовить ужин. Вот только Денис вчера сказал ей, что хочет развестись. Марина уже была однажды замужем. В девятнадцать лет все казалось так просто. Казалось, что любовь – это когда чувства обволакивают тебя, и все проблемы решаются моментально. Их как будто стирают ластиком. Любовь. О ней столько фильмов. И все вокруг, кто влюблен, ходят счастливые. Держатся за руки, улыбаются, и дома у них все замечательно. Но все оказалось не так радужно. Была жизнь, которая диктовала свои условия. Кто-то должен был ходить в магазин и готовить, убирать в квартире, платить за коммуналку. Быть дунул на любовь своим пыльным смрадным дыханием. Стало грустно. Тогда Марина поняла разницу между влюбленностью и любовью. Первая любовь, яркая, как метеор, промчавшийся по небу, оставила лишь черный выжженный след. Фотографии в альбоме и воспоминания, которые частенько гонишь от себя прочь. Ну их, окаянных. Пусть сгинут в прошлом. Пусть не тянут свои цепкие пальцы к сердцу. Но у Марины осталась и Светка. Юркая, болтливая и неугомонная девчушка, тискающая на улице кошек и пугающая местных собак своим визгом. На момент развода Свете было шесть. Марина бросила институт, устроилась на работу. Света ходила в садик. Бывший платил алименты. Все чин-чином, все по закону. Сначала Марине даже нравилось, что она сама себе хозяйка, что добилась того, чтобы после развода получать неплохие деньги. Ну а как иначе? Пожимала она плечами. Мне ребенка на что содержать? А чего развелись-то? Спрашивали ее девчонки, когда Марина пришла на встречу выпускников. Да не нужны мы ему были. Пропадал где-то целыми днями. А мне всю семью тянуть. Молодец, Марина, молодец. Не растерялась. Другие ведь так и живут. Тянут эту лямку. А давно уже чужие друг другу. Спивали подруги. И только Вика, с которой Марина была знакома с малолетства, качала головой. Поспешила ты, Мариш. Просто нужно было повзрослеть. Света у вас растет. Вроде говорят, что ребенок все равно больше к матери тянется. Да только папа по выходным. Ерунда это, а не семья. Знаешь что? Марина отворачивалась, поджимая губы. Чужую беду руками разведешь. Посмотрим, как у тебя все сложится. Света росла. Самостоятельно делала уроки, потом включала телевизор и щелкала пультом в поисках фильма про красивую жизнь. Отец иногда приходил к ней домой или брал куда-нибудь с собой. В зоопарк, в театр или просто погулять по улицам. Света все понимала. Но мама с папой больше не вместе. Но бывает. Вон у Аньки, у Лены и Машки тоже папы живут отдельно. Норма жизни. А потом в судьбе ее мамы появился Денис. Это было уже что-то совсем другое. Сильное, серьезное. Денис не спешил, красиво ухаживал. А когда пришел к Марине домой в первый раз, принес подарки для Светы. Ей тогда было двенадцать. Света, познакомься, пожалуйста. Это дядя Денис. Здравствуйте, Светлана. Это вам. Денис протянул девочке пакет. Что это? Света посмотрела внутрь. Я знаю, что ты любишь рисовать, но не знал, что выбрать. Поэтому набрал всего понемногу. Кисти, холсты, краски в аккуратных ярких тюбиках. Света благодарно кивнула. Мама, это те же самые, ну, краски. Помнишь, я тебе в магазине показывала. Спасибо. Ой, Денис, они такие дорогие. Зачем ты? Мужчина только махнул рукой. Знаешь. Потом все же пояснил он. Если уж покупать, то только хорошее. И так было во всем. Сломался у Марины утюг. Денис купил самый хороший, легкий, с паром. Нужны были Светя зимние сапоги. Денис повез их в магазин. Заставил перемерить много пар обуви. Какие-то сам отставлял, пристально рассмотрев мех. Какие-то не нравились самой девочке. Денис, не нужно. Я все куплю сама. Марина недовольно нахмурилась. Не мешай. Отмахнулся мужчина. И вот уже новенькие сапожки, кожаные, высокие, с пряжками по бокам, легли в коробку, приятно пахнув на Светлану кремом для обуви. Носите на здоровье. Кассир улыбнулась и протянула чек. Марина хотела было взять его сама, но Денис ловко выхватил листик и выбросил в урну. Знаешь, уже потом вечером, когда Света ушла к подруге, сказала Марина. Не надо за меня платить. Почему? Ну ты же не Светкин папа, не муж мне. Зачем тебе лишние траты? У меня есть деньги. Я откладывала ей на ботинки. И алименты есть. Денис помолчал. Марина даже испугалась, что обидела его. Тогда… Мужчина спокойно пожал плечами. Тогда я стану твоим мужем. Ты согласна? Через месяц Марина снова вышла замуж. Снова была свадьба, гости, тосты, пожелания счастья и подарки. Марина купила новое платье. То первое, связанное с несчастным браком, она давно продала. «За молодых!» – кричали подруги. «Горько!» – дарили им родственники. Денис, жарко не стесняясь, целовал Марину в губы. Сегодня был их праздник, а дальше будь что будет. Счастливая Света, которой Денис очень нравился, потому что всегда внимательно рассматривал ее рисунки и честно говорил о том, что в них хорошо, а что нет. От души веселилась на празднике. Возможно, она и не смотрела на маминого жениха, как на своего нового отца. Уж очень взрослой она была для такого наивного легкого решения, но, во всяком случае, она была не против нового родственника. И потекла, заструилась между пальцев семейная жизнь. Марина иногда сравнивала себя тогдашнюю молодую, прыгнувшую замуж сразу со студенческой скамьи, и себя сегодняшнюю, уже успокоившуюся, самостоятельную, гордо смотрящую на нового супруга, потому что ничем ему не обязана, может сама о себе позаботиться, но готова дать Денису возможность стать главой ее семьи. Марин, дождавшись, когда Света уйдет в свою комнату, Денис наклонился и обнял жену за плечи. А я ребенка хочу. Давай, а? Но у нас Светик есть, ее надо на ноги поставить. Марина скептически поджала губы. Ей было абсолютно достаточно одного ребенка. К счастью, прошли уже бессонные ночи, когда Светка болела, когда надоедливый отец заставил женщину взять больничный, сидеть с больной дочерью дома, когда вычесывали в шеи, которых Света принесла из школы. Девочка выросла, ее стало как бы меньше в самой жизни матери. Теперь Марина занималась собой, мужем и их общим временем для счастливого бытия. Светка молодчина, такая красавица, умница. Но я хочу общего ребенка, Марин, твоего и моего. У меня нет своих детей. Мне тридцать восемь. Я хочу свою семью с моими детьми тоже. Неужели это так трудно понять? Отчего-то завелся, разозлился. Резко отставил чашку с чаем. Напиток выплеснулся на новую скатерть, разлившись в интересное, похожее на раздавленную бабочку пятно. Ну что ты сделал? Зачем скатерть испортил? Теперь надо стирать. Ты тут вообще на меня не кричи. Не у себя. И тут она осеклась. Денис резко встал и ушел с кухни, так и не попробовав сахарные рогалики, которые Марина старательно пекла к ужину. А я говорил тебе. Друг Дениса Игорь поднял вверх указательный палец. Ты при ней как приблудная собака. Она тебя приютила со съемной квартиры и к себе забрала. Хорошая такая, добрая. А ты ей за это подарки, продукты. Ты при ней. Да брось ты. Денис поморщился. Какая разница, кто где живет. Вряд ли она согласилась бы переехать в мою съемную. Да и Свете неудобно ездить в школу. Свое жилье всегда хорошо. А не ради ли этого ты на ней и женился? Прищурился Игорь. Все-таки ты у нас из другого города, а в столице нужно за что-то зацепиться. Нет, ты не думай. Я, конечно, так не считаю. А она, может, нет-нет, да и решит. А тут ты еще с ребенком. Не знаю. Денис сделал большой глоток из стоящего рядом бокала. Не знаю. Мы как-то вопрос детей не обсуждали до свадьбы. Я думал, это не проблема. Игорь только поцокал языком. Он сам, уже дважды разведенный, решил, что ему приятнее всего жить холостяком. Ведь столько девушек хороших. Ведь столько ласковых имен. Так зачем связывать себя с одной. Да и вообще связывать себя. А уж тем более мечтать о детях. Но Мишка появился и взял Марину, не спросив, хочет она того или нет. И на старуху бывает проруха. Вздохнула женщина, выходя из отдела кадров. Она до последнего не хотела оформлять декретный отпуск. Не хотела запирать себя в квартире. А потом, вытаскивая тяжелую коляску из подъезда, уныло смотреть на спешащих куда-то девушек. Отворачиваться от зеркала, потому что талию опять разнесло. Вот со Светой Марина пополнила на 4 килограмма. Округлилась так, что противно было смотреть на себя. И вот опять. А Мишка, родившись, серьезно внимательно посмотрел на мать. Зачмокал красными губами и уснул. Его жизнь только начиналась, и ему было абсолютно все равно, каких размеров будет его мама. Так он и появился, общий ребенок. Не на половину, не на кусочек, а полностью общий. Ну, поздравляйте меня, ребята, сын родился. Денис, бросив все дела, звонил друзьям и маме, двоюродному брату. Сын, говорю, родился. Родной кровиночка, плоть от плоти, с такими же, как у Дениса ушами. Даже родинка там же, на правом бедре, как у отца. Теперь, когда Денис встречался с кем-то, кто еще не знал о том, что он женился, мужчина с гордостью рассказывал о том, что у них с Мариной уже есть дети. Девочка-то от первого брака, а вот сын общий. Как будто игрушки делил на те, что Марина принесла в их супружескую жизнь и те, что подарили им на двоих. Света к младшему брату привязалась. С удовольствием сюсюкала с ним гуляла. Он был ее до самого последнего ноготка, до пушистой макушки. Светка первая заметила, что у орущего по ночам мишки вылез первый зуб. Первая увидела, как он что-то лопоча встал на пухлые крепкие ножки. Первая увидела, как сделал первый шаг. Упал, удивленный от самого себя, и захохотал, смотря на старшую сестру. А Марина в это время опять что-то выговаривала мужу на кухне. То ли не купил картошки, то ли не пришел вовремя. И теперь запись в парикмахерскую у жены сорвалась. Обычная жизнь. Обычный вечер. «Марин, нам нужно поговорить». Денис сразу заметил, как спина жены напряглась, выпрямилась. «Марин, я… Понимаешь, я…» «Ну не тяни!» Обернулась Марина и ударила локтем о дверцу шкафчика. Ее давно стало раздражать, что Денис мямлит, забывая то, о чем начал говорить. Отвлекается, постоянно тыкая пальцами в телефон. «Марин, я думаю, на развод надо подать». Вот как-то так. И замолчал, отвернувшись к окну. Марина хотела что-то сказать, уже открыла рот, но тут губы задрожали. Брови, взлетевшие было вверх, опустились, превратив лицо женщины в грустную маску перо. Денис услышал, как хлопнула дверь комнаты. Услышал сдавленные Маринкины всхлипы. «Вик, ну как он может, Вик? Ну что же они все такие? Я ему ребенка родила, просил – получил. И что теперь? Мне опять одной растить, а он налегке уйдет?» «Подожди, Марин, а что случилось-то? Есть кто-то у него? Вы просто, наверное, поссорились. Он обязательно потом передумает». «Есть, я видела их вместе. Она работает то ли в его офисе, то ли где-то рядом. Конечно, молодую себе нашел. А у меня вон живот висит, морщины на лице. А все это, все это после Мишки. Если бы не эта беременность, я бы красавицей была». «Марина, замолчи. Мишка у тебя самый хороший, слышишь? Такой ласковый, умненький. Гордиться надо таким пареньком». «Ну да. Сначала возражаешь им таких общих, чтоб семья у них была. А потом они все равно уходят. Нет уж дудки. Я ему устрою веселую жизнь». «Марина, что ты придумала? Подожди, ты глупая». «Все, извини. Мне надо идти Мишку купать». Марина бросила трубку. «Развестись, значит? Хорошо. Тогда слушай меня внимательно». Она говорила громко, почти кричала. «Марин, давай потише, дети услышат». «Дети? Да какое тебе до них дело? Ты же уходишь, вот и пусть слушают, какой у них папочка. Так вот, если подашь на развод, Мишу забирай с собой. Я одна двоих не потяну. Ты хотел сына, так и расти его сам. Воспитай как мужчину. Только настоящего, а не такого, как ты. Света, естественно, остается со мной. Ты ей никто, мы проживем». «Но, Марин, любой суд оставит ребенка с матерью. Зачем ты так? Миша еще маленький, он будет скучать». «Ничего, с судом?» Тут она наклонилась над мужем и зло взглянула ему в глаза. «С судом я договорюсь. А Миша любит папу тоже. И новую маму, тетеньку с крашенными кудрями, тоже полюбит. Или тетенька не хочет нянчиться с твоим ребенком. Может, тоже хочет общих детей. Но это вы там сами решите». «Марин, перестань. Я просто хотел с тобой поговорить». «Уходи, не о чем нам с тобой говорить». Денис быстро собрался и вышел из квартиры. Света видела, как это однажды сделал отец, теперь увидела, как это сделал отчим. А еще она услышала, как Марина ловко разделила детей. «Мишку заберут, увезут. Он будет расти без светы. Давай играть уже!» Услышала девочка за спиной. «Что ты там смотришь? Я тоже хочу». Мальчик подставил к окну стул и взобрался на него. «Ой, папа поехал! Папа, папа, пока!» Машина моргнула фарами и скрылась за поворотом. «А что ты переживаешь?» Друг Игорь насыпал в кукушку кофе и плеснул кипятка. «Ну и забирай, пацана. А что тут такого? Есть сады, няньки». А Марине это все еще аукнется. «Я тебе сейчас все расскажу. Подай на развод, а заодно и на алименты. Пусть на работу к ней придет бумажка, что такая-то отказалась от своего ребенка и должна перечислять деньги на его содержание. Представляешь, какой позор для нее? Местные кумушки сразу же заклеймят, кукушкой сделают. А потом разрешишь ей видеться с ребенком. Но редко. Лучше вечером. А еще лучше, когда у Мишки куча кружков. Пусть он будет уставший и капризный. Тогда говори, что это она на него плохо влияет. Непутевая мать и все тут. И сыну каждый раз рассказывай, как мама денег на него жалеет, как его видеть не хочет. Ну, в общем, ты понял, да? Усвоил? А то ребенка она подкинуть собралась. Ишь ты! «Игорь, да не хочу я». «Чего это?» «Не хочу, чтобы Миша было плохо. Не хочу я подлостей. Я просто хочу мирно разойтись. Я встретил другого человека. Я понял, что тогда ошибся с Мариной. Но она же тоже раньше разводилась. Это нормально. Это жизнь. Просто Аня, она пока не готова жить еще и с ребенком. Сперва нам нужно притереться друг к другу». «Ага, а потом общего родите. Ну, Мишка и полюбит его». Игорь, потянувшись к радио, сделал звук громче и стал раскачиваться под музыку, закрыв глаза. Денис помотал головой, как будто споря сам с собой, и ушел. «Дверь прикрой, чтоб не хлопало!» – крикнул ему вдогонку Игорь. «Ань, я сказал ей, она разозлилась. Мишу велела забирать. Говорит, так на суде при разводе и скажет, что он со мной должен жить. Анна в красивом платье, купленном специально для встреч с Денисом, нахмурилась. «Нет, так нехорошо. Дети должны с мамами жить. Какая же из нее мать, если она своего ребенка вот так отдает? Ужас какой!» «Ань, ну, может, и хорошо, а? Будет у нас, Мишка. Ты его полюбишь. И он тебя полюбит тоже, ведь ты хорошая». Мужчина привлек Аню к себе. «Может, так надо, а?» Аня отвернулась. «Нет, это слишком быстро. И потом...» Она замялась. «Я думала, у нас свои будут детки». «Свои, твои, общие...» Слова круговоротом крутились в голове. Денис ворочался, вспугивая сон. «Нет, это дико», – уговаривал он себя. «Это просто дико. Но что именно, объяснить себе не мог?» «Миша, Миша, вставай!» Света одной рукой тормошила брата, а другой складывала вещи в рюкзак. «Вставай, поехали!» «Куда?» Мальчик сонно сел на кровати, зевая и потягиваясь. «Где мама?» «На работе, мама. Поехали к деду». «Зачем?» «В гости. У деда день рождения». «Правда? Сами поедем к дедушке». Мишка обрадовался. Денисов отец, Петр Андреевич, был первоклассным дедом. Уж он-то не делил внуков на общих и половинчатых. В равной степени ругал и ласково трепал по макушке обоих. Вот у кого будет хорошо. Света наспех разогрела Миша кашу, сама поела. Сгребла грязную посуду и сложила ее в раковину. Схватила куртки и, потащила брата на улицу. Воробьи, налипшие на кустах сирени, сварливо поднялись в воздух, спугнутые двумя беглецами, спешащими на автобус. «Вы что здесь?» Дед Петр удивленно распахнул дверь. «А где родители?» «Разводятся». Просто ответила Светлана и, чмокнув деда в подставленную щеку, потянула брата в квартиру. «Мы у тебя пока поживем, хорошо?» А то мама решила, что Мишка с папой уедет, а я с ней останусь. «Как? Да что такое ты говоришь?» Петр Андреевич, поглаживая усы, развесил куртки на вешалке и пошел на кухню ставить чайник. «Ладно, разберемся». «Денис, Денис, ну что ты так долго не отвечаешь? Дети пропали!» Марина металась по квартире, как будто Света и Миша могли как бусинки закатиться под мебель и их нужно просто оттуда вымести. «Что значит пропали? Сегодня суббота и ты должна была быть с ними уже полодиннадцатого вечера». «Я должна? А ты? Меня на работу попросили выйти. Я звоню Светке, а телефон тут на столе лежит. Вещей детских нет. Нет некоторых документов. Это ты их увез, да? Зачем ты меня мучаешь?» Она сорвалась на визг. «Никого я не забирал. Ты в полицию звонила? Подругам Светиным. Во дворе смотрела?» «Везде, везде я уже смотрела. Везде я уже все смотрела, звонила и искала. Нет их нигде. Что мне делать, Денис? Что мне делать?» Мужчина почувствовал, как сердцу подбирается страх. Руки затряслись. «Так, ладно. Я сейчас приеду». Буркнул он и выбежал из квартиры. Аня, толком ничего не поняв из его возгласов, пожала плечами и захлопнула дверь. Весенний вечер, тёплый, пронизанный терпким густым ароматом цветущей черемухи, обволакивал и дурманил. Но Денис ничего этого не замечал. Он обошёл все площадки, раздобыл адреса Светиных подруг и зашёл к ним. Но родители только разводили руками. Девочка у них сегодня не появлялась. «Надо идти в полицию». Денис схватил Марину за руку и потащил. «Это всё из-за тебя», – шептала она. «Из-за тебя». Замолчи, потом разберёмся. Оборвал он её шипение. «Мы оба хороши». Когда супруги уже подходили к полицейскому участку, зазвонил телефон Дениса. «Сынок, не спишь ещё?» «Нет, у нас дети пропали. Маринка на работу ушла, вечером вернулась, а их нет. Мы в полицию идём, я тебе потом перезвоню». «Не надо полиции. Дети ваши ко мне приехали. Они оказались умнее вас обоих и роднее. Но об этом при встрече. Приезжайте, если совесть позволит». Закончил Пётр Андреевич. «Ну, что ты молчишь?» Марина дёрнула мужа за рукав. «Они у деда. Говорит, сами приехали». В гостиной, как и много лет до этого, тикали часы. Красивые, в виде домика со свисающими вниз шишками. С кукушкой, что навеки заперлась в своём гнёздышке. Они висели здесь, как будто вечность. Они видели всё. Радость и печаль. Свадьбы и прощания. Видели, как ссорятся и мирятся глупые люди, растрачивая минуты, словно просыпавшиеся из кормушки зёрнышки. «Значит так». Пётр Андреевич, посадив Марину и Дениса на диван, сел напротив них. «Вы там уж как хотите, а я детей разлучать не позволю. Они, в отличие от вас, родные друг другу. Устроили тут какую-то чехарду. То с одним живёте, то с другим. Везде обзаводитесь с детьми, а потом тащите их дальше. Что, они ваши, значит, должны жить, как скажете вы, да?» Он строго взглянул на супругов. «А они тоже люди. Маленькие, наивные, но помудрее вас будут. Вы в любовь только играете, как я понял. А они ею живут. И не позволю я рвать их души. Вы как хотите, расходитесь, женитесь, рожайте себе новых. Я их всех приму, но разлучать детишек не дам». Он ударил кулаком по столу. Марина вздрогнула. Денис хотел было что-то сказать, но осёкся. «Так я же это просто так сказала», – тихо прошептала Марина. «Ну, про Мишу. Я думала, что Денис испугается. Передумает уходить». «Нет, кукушка ты. И ты, сынок, не лучше. Идите с глаз моих», – прикрикнул дед. «Света и Миша пока у меня поживут. Как разведётесь, приходите навестить». Светлана, стоя у тонкой стены, слышала каждый звук. Под её щекам катились крупные горячие слёзы. Она и не знала, что можно так плакать. И что теперь будет? Что решат эти взрослые? Страшно и горько. Света на цыпочках подошла к Мишиной кровати и погладила брата по голове. Тот улыбнулся во сне и повернулся на другой бок. Марин, после долгого молчания, наконец, сказал Денис. «Может, и правда дети оказались умнее нас? Может, ещё не поздно всё исправить? Попробуем пожить вместе, обсудим всё. Ведь мой отец и правда не отдаст детей. Я его знаю». «Не имеет права, я их мать». Марина разозлилась снова, но потом осеклась. Она нервно сжимала и разжимала руки, вздыхала и кусала губы. «И как я смогу жить с тобой опять, если ты изменял мне с другой? Как?» «Я не знаю, Марин. Не знаю, получится ли у нас, но дети, наверное, помогут. Наши дети, Маринка. Твои и мои. Без делёжки и скандалов». Через две недели дети вернулись домой. Пётр Андреевич строго похлопал сына по плечу. «Смотри у меня, если будете опять чудить, внуков мигом к себе заберу», сказал он и ушёл. Света и Михаил стояли и махали деду с балкона. Кажется, всё стало налаживаться. Денис и Марина попробуют. Они будут очень стараться сохранить своё гнездо.